Друзья, всем привет! Вот и замечательное лето подходит к концу. Полтора месяца прекрасных дождей, как вам такое? Сегодня у нас с вами будет интересный ролик, интересный социальный, я бы сказал, эксперимент, связанный с автомобилями. У нас есть два абсолютно одинаковых автомобиля. BMW 520 бензиновая и BMW 520 бензиновая. Но! Вот этот автомобиль мой полностью стоковый, здесь не было сделано ничего. То есть, как он был куплен с завода, так автомобиль катается. А вот второй автомобиль переделанный, доработанный. Я вам расскажу, что было с ним сделано, что это стоит по деньгам и что из этого получается, как машина поехала. Наша основная задача понять, что же будет на практике, когда сделан на автомобиле чип-тюнинг. Я знаю, ты скажешь, что уже есть такие ролики, уже есть стейдж 1, стейдж 2, все переделано, есть кастомные BMW. Да, но вот живой пример. Я вам сегодня покажу, какая же будет разница между стоковым мотором и чипованным мотором. Присаживайтесь поудобнее, сегодня будет интересно, сегодня будет горячо, сегодня будет наш заезд. Поехали! Но прежде чем мы с вами начнем, я хочу донести до вас информацию, который не оставит равнодушными всех любителей компьютерных игр. В детстве о такой игре я и вообще мечтать не мог. И вот она уже доступна по ссылке в описании. Имя ей NextRP. Это бесплатная ролевая игра, действие, которое происходит в открытом мире. И самое удивительное то, что это все происходит в России. Таким образом, вы можете жить и кататься по нашим городам. Все тачки из реальной жизни, магазины, банки, дома, строения, дороги. Все это, друзья, из реальной жизни. Вы просто представьте, что люди создали. Но зачем представлять? Ты просто переходишь по ссылке в описании, скачиваешь лаунчер и игра устанавливается самостоятельно. В игре есть голосовой чат. Не нужно никому ничего писать. Просто зажимаешь клавишу и передаешь свои сообщения. Подчеркиваю, что все машины из реальной жизни можно тюнинговать. Можно участвовать в перестрелках. Либо же работать в полиции. Даже есть уличные гонки. Все прелести этой игры невозможно описать словами. Вам обязательно нужно попробовать. Уверен, она вас точно зацепит. Ссылочку на NextRP оставляю в описании. Вот обратите внимание на внешний вид автомобиля. Все, что здесь было сделано из стайлинга, только были поставлены черные ноздри. Зачем это было сделано? Друзья, для стиля, для интереса. Ну, мне так нравится. На мой взгляд, сочетание белое с черным красиво. Я вам об этом рассказывал. Посмотрите теперь на вот этот автомобиль. То есть, что здесь было сделано по стайлингу? Ну, в первую очередь, здесь стоит сплитер 1. Те же самые черные ноздри 2. Здесь стоят 20-е диски с низкопрофильной резиной. Здесь стоят накладки на зеркалах. М-зеркала. Здесь по кругу идет тонировочка 50%. Вот обратите внимание, как выглядит автомобиль. Вот скажите, когда вы смотрите на этот автомобиль, как он вам? Гармонично смотрится? Негармонично? В выхлопная система здесь вопрос спорный. Одним нравится. Владелец ездит, катается. Он получает от этого удовольствие. Кто-то же говорит то, что надо было утопить посильнее. Но самое интересное здесь скрывается под капотом. Несмотря на то, что здесь точно такой же мотор N20, который изначально идет на 184 силы, первый владелец, когда купил автомобиль, он сразу же поставил прошивку от 528-й версии. 245 лошадиных сил. Что еще было сделано по автомобилю? Ну, в первую очередь, стоит коробочка GB4, в простонародье жаба, которая может увеличить кручащий момент, поднять надув турбины и увеличить лошадиные силы до 300 колесных сил. Цена такого прибора стоит 43 тысячи рублей. Далее, у нас установлен интеркулер от компании Wagner. Он стоит 50 тысяч рублей. Данный интеркулер лучше охлаждает, но основная его задача, чтобы не поймать детонацию. Далее, вместо катализатора здесь установлен даунпайп от компании KART. Цена вопроса 23 тысячи рублей. Установлена полностью выхлопная система от 750-й BMW на 70-й трубе. Цена вопроса 50 тысяч рублей. Обращаю ваше внимание, что на стоковое BMW идут 18-е диски. В нашем случае диски стоят 20-е, но они облегчены от компании WMR Performance. Вес одного диска примерно 12 килограмм. Обращаю ваше внимание, что у нас резины практически нет. На сегодняшний день, понедельник, должна была транспортная компания привезти новую, но вот такая вот картина получилась. Поэтому вам нужно обязательно сейчас подписаться на инстаграм нашего канала, на сам канал, потому что мы, как только придет резина, сделаем заезд по этому автомобилю, просто покажем максимальный его разгон по рейс-лоджику. Просто будет кратенькая вставочка, посмотрите, будете знать реальные цифры на хорошей резине. Вот обратите внимание, пожалуйста, на задний диффузор. Выглядит, конечно же, эффектно, но сделано это тоже все для стайлинга. Вот человеку нравится, он так ездит. То есть ожидать от этого автомобиля звука, как от какой-нибудь М5, не стоит. Основной звук, он появляется, опять же, на переключениях. То есть, когда вы будете ехать под нагрузкой, то есть звук будет. Но, друзья, все, кто хотят хороший себе выхлоп, пожалуйста, 10 миллионов, М5 Competition, в вашем распоряжении будет автомобиль с вот таким звуком. Пробег на данном автомобиле 97 тысяч километров. Заправляет его человек постоянно сотым бензином. Масло меняет каждые 5 тысяч. Масло идет фирма Бордаль, если кому-то это о чем-то говорит. Мой автомобиль с пробегом 39 тысяч километров. Заправляю я его на данный момент 95-м бензином от компании Shell. Предыдущий владелец первый тоже заправлял 95-м бензином. Это для того, чтобы вы понимали, что залито здесь, что залито здесь. И вот вы должны понимать, что BMW это конструктор. Вот обратите внимание, диски, вот они у нас стоят оригинальные. Одни только диски здесь стоят 155 тысяч рублей. Конечно же, друзья, можно найти подделку. Можно найти Китай, можно купить подешевле. Резина, например, на 20-е диски. Задняя, разноширокая, будет стоить примерно 50 тысяч за два баллона. Передняя будет стоить примерно 40 тысяч за два баллона. Подчеркиваю, хорошая резина на 20-е колеса. Сплитер можно найти примерно за 10-15 тысяч рублей. В общем, если заниматься автомобилем, можно найти дешевые, там различные стайлинг-вещи. Можно найти дорогие. Здесь уже на ваш кошелек. Хотите, можете купить себе колеса в сборе за 300 тысяч. Все на вас. Ну а сейчас начинается самое интересное. Потому что вопрос стайлинга, это... Второй вопрос. В первую очередь мы сейчас с вами отправимся на прямой участок дороги и сделаем замеры по Рейс Лоджику. Посмотрим, какие цифры покажет этот автомобиль и покажет автомобиль в стоке. После этого мы встаем вместе и разгонимся для того, чтобы вживую увидеть, стоит ли вообще вот эта чиповка, как автомобиль поедет. В общем, кашу по тарелке размазывать больше не стоит. Мы отправляемся на заезд, потому что только сейчас начинается самое интересное. Погнали! В книгах одно вранье, а небо дышит вороньем. Перья пух, от одного до двух стук-стук. Стук, агит мотор, кровь ударяет в мозг. Молодой пацан, запах папирос. Уличная совесть, самый постоянный гость. Бескомпромиссные решения формируют твой мозг. Слышишь голос? Никаких вопросов. Он зовет тебя на дело, посылает импульс. Пального района. Тишь, гладь, божья благодать. Дорога хорошая, зацеп здесь идеальный. Никого особо нету, никому мы не помешаем. Самое главное, мы соблюдаем все меры безопасности. Значит, сейчас мы изначально замерим вот этот автомобиль, чипованный, по рейс-лоджику. Посмотрим, какие показывает он цифры. Потом померим меня. Путем нехитрых нажатий можно выбирать режим, то есть так называемую карту. Соответственно, можно ехать условно на стоковом автомобиле, можно поднять мощи. То есть, все это делается элементарно. Все приборы у нас включены, рейс-лоджик у нас включен. Ну что, пришло время все это дело проверить. Так, ну что, мы готовы. Все режимы выстроены. Дорога свободная, как видите. Можно. Опа-опа, пробуксовка, конечно, лютая. Смотрим по цифрам. И у нас показывает 0,106,6 секунды. Первый раз. То есть, вы видели, да, получается пробуксовку? Я думаю, вы ее почувствовали. Давайте закрепим материал и сделаем еще раз. Давайте. Опа. Не, ну сжимает изначально неплохо. Так, блин, чувствуется разница. 6,1, да? Вот сейчас у нас уже, смотрите, прогреваем резину, уже получилась 6,1. В общем, путем прогрева резины лучший результат, который нам сейчас удалось показать, 6,1 секунды. По-хорошему, на 19-х колесах он выезжал 5,8, 5,5 даже раз у него был результат. Есть фотографии. Мы сделаем следующим, друзья. Я вам говорил. Будет у него свежая резина, поставит, снимет и пришлет на видео. Мы вам покажем. Значит, что мы сейчас делаем? Проверяем наш стоковый автомобиль. Что мы делаем? Мы с вами переводим автомобиль в режим спорт, отключаем курсовую устойчивость, сбрасываем наш Рейс Лоджик, выезжаем на дорожку. Ну что, друзья, пришло время 520-й показать себя в деле. Пошел. Ну, по динамике вообще не ощущается, что у нас автомобиль разгоняется в сравнении с его автомобилем. Ну, реально. Сколько? 8,5. Получается, 8,5 до первой сотни. Но это вообще какая-то ерунда. Сейчас мы попробуем исправить положение. Попробуем сейчас заехать с 2000 оборотов. Раз, два, три. Ну, давай, 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 давай. Пошла, 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 пошла. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Слушайте, ну на самом деле вообще разгон ни о чем. Покажи цифры. Друзья, опять 8,5. Серьезно, ну вот, 8,5. Так, ну сейчас у нас 100% все получится. Я все понял. Так, отключаем. Отключаем. Все. Ну что, друзья, вы готовы? Вот сейчас у нас 100% все с вами получится. Я уверен. Мы сейчас должны будем выехать точно из-за 8,5. Короче, у нас сейчас будет лучше, чем 8,5. С 3000 оборотов. Поехали. Да, ну давай с двух с половиной. Ну, 8,1. В общем, с двух с половиной тысяч оборотов, если стартовать, 8,1. Так. Вы готовы? Вот сейчас чуть-чуть она стартанула получше. 7,9. 7,9, друзья. Еле-еле я ее с 3000 оборотов я стартанул и все. 7,9. Значит, картина следующая. 7,9 в одного показал. Но нужно стартовать минимум с двух с половиной тысяч оборотов. На этом автомобиле сейчас будет условно 260 сил. То есть, картой можно выставить до 300 сил. Смысла никакого нету. С его резиной он будет просто прослифовывать, пробуксовывать на ровном месте. Мы сейчас делаем так. Встаем ровно, стартуем. То есть, судя по всему, ну, понятное дело, он будет разгоняться быстрее. То есть, он разгоняет, стоит передо мной, и мы едем до 160. Все. Для того, чтобы посмотреть, какие будут цифры. Сделаем два раза, и вы увидите вживую, какая разница будет при разгоне. Готовься. Раз, два, три. Пошел. Ну, стартанули, мы уверены. То есть, вот, он сейчас едет точно так же, педаль в пол. Мы стартанули с одного места. Пожалуйста, смотреть, какая картина у нас получается. 150. 160. Ну, все. Дальше смысла разгоняться нет. Готов? На счет три. Раз, два, три. Вот стартуем мы прям реально вровень. То есть, с двух с половиной тысяч я стартанул. Ну, чувствуете, да, друзья? Смотри, уходит. Пошел. Пошел. Все, смотри. Ну, улетает. Вот вам, пожалуйста, разница чипованного мотора. То есть, на глазах. Все, что ему нужно, выставил карту. Опять же, даже если бы мы сейчас, ну, 160, все, как бы вот он ушел. То есть, я его не догоню. Если бы мы сейчас были бы где-то на трассе, он бы ужал, и ужал бы от меня там далеко-далеко в точку. Для финалочки попробовать ходом с 30. То есть, типа, ты едешь такой по городу, раз с кем-то, поравнялся такой, что ты хочешь? А ну, давай, иди сюда. И такой, поехал. Посмотрим, что из этого получится. Вот я сейчас прям в пол нажал, друзья, но у меня прям реально очень большая задержка. Прям, не знаю, прям чувствуется, что нажимаешь педаль в пол, нифига, у него машина сразу поехала. Ну, мы поравнялись 30. То есть, вы чувствуете, смотри, ты покажи, пожалуйста, где он. То есть, реально, он срывается. Вы поймите правильно, если кто-то подумает, что я еду там в педаль в пол и нажимаю, пацаны, я ее просто вдавливаю, вдавливаю до конца тут же. Едем мы 80, давайте вот 70, да, мы. Вот сейчас хорошо мы стартанули. Я топлю просто, я вот прям ногу вытянул, прям вжал педаль в горочку, друзья, 70 в горочку, смотри, что происходит. Вот он уходит, 2 литра, N20, пожалуйста. Вот там картина. Чип против стока. 170. Ну, все, смысла больше нету, дальше разгоняться. На данный момент мы находимся в городе Кашира. Автомобиль моего друга. У него есть несколько магазинов электрики и автозапчастей. Если вдруг вы с Кашира или со Ступина, заезжайте. Все контакты на него будут по ссылочке в описании. Переходите, приезжайте, покупайте. Поможет, чем сможет, даст лучшие предложения для вас. Время подвести итоги. Значит, смотрите. Один за рулем. Я смог показать паспортный разгон. То есть 7,9. 8,1, 7,9. Вдвоем 8,5. Подчеркиваю. Полный сток. 95-й бензин. Здесь у нас лучший результат вдвоем 6,2 секунды. Соответственно, если владелец будет один, ну, 5,9. Опять же, подчеркиваю, что он стартует с полторы тысячи оборотов. Важно понимать то, что этого можно добиться путем прошивки, путем переделки выхлопной системы. Опять же, вы можете просто прошивку себе поставить, автомобиль у вас поедет, но, конечно же, будет большая нагрузка. Интеркулер, прошивка, долг, все это продлевает срок службы этому мотору. В общем, вот такая картина получается. Я думаю, вы на практике, на деле увидели, что автомобиль, ну, действительно, уезжает просто-напросто вперед. То есть разница ощутима. Я давил постоянно в пол, владелец давил постоянно пол. Поэтому такая картина у нас получается. Я надеюсь, вам этот ролик понравился. Тему с чипом мы закрываем. Здесь все ясно, понятно. Хочешь, пожалуйста, не хочешь, не делай. Все на твое усмотрение. Дальше будет больше интересных роликов. Обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Высказывайте ваше мнение в комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока.